Один пояс, один путь. Белорусско-китайский бизнес-форум проходит в Могилёве. В областной центр приехали порядка 40 гостей. Официальную делегацию провинции Дзянсу представили сотрудники народного правительства, руководители крупных корпораций и представители деловых кругов Китайской Республики. В Могилёвском облсполкоме состоялась официальная встреча губернатора области Владимира Доманевского с главой провинции Дзянсу, во время которой стороны подписали ряд документов о сотрудничестве. В частности, была заверена дорожная карта основных мероприятий по развитию сотрудничества между Могилёвской областью и провинцией Дзянсу на 2018 и 2020 годы. Подписаны протоколы о намерениях между Могилёвским облсполкомом и компанией «Сумек» в сотрудничестве между Могилёвским государственным объединением «Мясомолпром» и компанией «Джок». Компания «Сумек» начинала свое сотрудничество с поставок продукции льноволокна на рынок Китайской Республики. Сейчас же намерена реализовать в Могилёвской области проект по выращиванию и переработке продукции из льна. «Определены две площадки в Чаусском районе и в Кричевском районе, где компания «Сумек» будет возделывать лён. А в дальнейшем, опять же, на этих площадках будут установлены линии по переработке льна для дальнейшей поставки уже готовой продукции на рынок Китая. Это очень важный для нас проект». С компанией «Джок» Могилёвский мясокомбинат сотрудничает с декабря 2017 года. Тогда между компаниями был подписан договор об экспорте продукции на 10 миллионов долларов. Потенциал огромный. Стороны намерены продолжить сотрудничество по развитию животноводческой продукции. «Сегодня, в первую очередь, это выращивание мяса КРС для дальнейшей переработки и поставки на китайский рынок. Впоследствии, возможно, будет озвучен вопрос по производству, в том числе и молочной продукции». Подписями стороны заверили также четыре меморандума о совместном участии в строительстве экономического пояса «Шёлкового пути» между Могилёвской областью и провинцией Дзянцум, о сотрудничестве в сфере торговли между Комитетом экономики облсполкома и Департаментом коммерции Народного правительства провинции Дзянцум, а также меморандумы о сотрудничестве по вопросам торговли между предприятиями «Бабушкина Крынка» и двумя китайскими компаниями. Форум продолжился на площадке Могилёвского городского центра культуры и досуга. Здесь состоялись встречи деловых кругов двух регионов, презентации, переговоры в формате «Бизнес для бизнеса». В рамках форума «Китайские гости» также ознакомились с работой предприятий «Бабушкина Крынка» и Могилёвский мясокомбинат. Массовая вакцинация от гриппа начнётся в Беларуси с 1 октября. Вакцина уже закуплена, доставлена в страну, проведены все необходимые исследования, сообщили в Минздраве. За счёт бюджета в этом сезоне будут прививать российские вакцины «Гриппол плюс». Напомним, с 2012 года вакцинация против гриппа включена в национальный календарь профилактических прививок к Беларуси и проводится на бесплатной основе некоторым группам населения. Что касается платных вакцин, учреждения здравоохранения при их закупке откликаются на потребности населения и приобретают те, которые будут востребованы. Компания вакцинации должна завершиться к 1 декабря. Месячник по благоустройству объявлен в Могилёвской области, сообщили в облсполкоме. В течение отчётного месяца на Могилёвщине пройдут работы по наведению порядка и благоустройству объектов и территорий населённых пунктов, дворов, площадей, стройплощадок, скверов, зон отдыха, мемориальных комплексов и других. Особое внимание будет уделено выявлению всех пустующих аварийных зданий и сооружений. Месячник по благоустройству продлится до 29 октября. Открытый областной туристский слёт «Большой переполох-2018», посвящённый Международному дню туризма состоится 29 сентября в Могилёве, сообщили в областном центре творчества. В слёте могут принять участие все желающие – учащиеся учебных заведений, клубов, учреждений дополнительного образования. Минимальный состав команды – 7 человек, 6 спортсменов, 1 представитель. Туристский городок развернётся на набережной реки Дубровенко. Командам предстоит пройти ряд испытаний – традиционная туристская полоса, краеведческий квест, спортивное ориентирование и многое другое. Для гостей праздника будет работать игровая площадка для детей и родителей. Открытие слёта в 11 часов, начало соревнований в 11.30. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню туризма, который отмечается ежегодно 27 сентября.